итак ребзя велик изделия китайского велопрома а также высокий полет китайской мысли квинтэссенция китайской мысли я так думаю ну наверно в общем ребзя это велосипед ава ну это по-русски ава ну вообще по моему его ну по-английски вот а в а но такое у нас это в казахстане такая фигня есть грубо говоря это ашанбайк тот самый да буква и в конце это значит что он рассчитан на казахстанский рынок ну как минимум внизу по-русски написано верху соответственно по-казахски этот велик я купил еще почти два года уже прошло эта коробка уже стоит два года но без без четырех месяцев вот так вот что-то как-то не судьба была то одно то другое то пятое десятое то есть купил я его давно распаковываю сейчас вот так коробка большая однако сейчас посмотрим что тут у нас пишут на колор оранже оранжевый велик оранжевое море ну и все такое модель frontier пускай будет frontier размер 700s понятно вот этот неизвестный иероглиф китайский я так и не понял это бруто но то есть вес бруто указан то есть коробкой но вес непонятен то ли 18 то ли что вот это нет ну то есть вес самого велика сделано в китае вот на другой стороне все это продублировано думаешь но блин китаец чего-нибудь напишет здесь по более-менее приличнее но нет нифига то тоже непонятно что это написано то даже 14 непонятно что вверху написано опенхери но пускай будет опенхери так мы вот тут вот так вот ножницами нет ножницами не очень интересно тупо так что вот впервые можно сказать за два года я открываю эту фигню но мне там показывали на в магазине то есть они вот так вот его открыли сказали ну вот он лежит и ладно все нормально что там такое но я не знаю ну велик довели он какой цвет красивый блин сейчас был выковыривать его отсюда так что тут нормально что-то там заклинило оба аппарат всех времен народов какой-то он собран короче вот так вот а тут ясик же еще какой-то ящик и книжка так сейчас мы вернем книжка распечатываем если вы думаете что сейчас вот я вот эти вот стяжки возьму и перекушу и куда-нибудь так это брызгли его выкину то вы ошибаетесь они мне еще пригодятся так от соединили и тут какая-то пластмасска что-то защитная какая-то фигня ну она может быть и не нужна а тут хопа а тут еще какая-то затычка блин ну ладно понятно картонка картонка не надо так отчета как-то она не очень крутится короче надо регулировать чуть-чуть подослабить как-то как ее чуть-чуть подослабить тут какой-то я не знаю на 14 опять господа у меня нет этих 14 а я думал где подсидельный то а он вот она наказ тут подсидельный штырь который об ну-ка не сюда то смотри так об ну-ка ты опять заклинила ну-ка и какой блин руль я цепил что-то они прям тут странная упаковка оба так тут еще какой-то полиэтиленка зачем-то ух ты он приклеен да блин красавец что скажешь тут тоже какая-то упаковка вот это вот куда все стяжки срезал и стал обладателем бесплатных стяжек 7 штук длинных вот так бесплатно и я заметил что тут нету вот этого самого ну тут что-то должно торчать мать его тут маленькая другая система вот которая мне нравится вот эти вот трубы с зажимами которые сейчас современные но он как вот у джанта там мне не очень нравится вот такая прикольная штука хотя здесь я так понял это что-то интегрированное в общем штука какая-то прикольно получается в том плане же как бы труба они как-то называют сейчас эти сектанты то интегрированная не интегрированная но тут тут какой-то повод чего-то тут получается стандартная труба будет как классическая туда вставляться на клин прижиматься такой вот а здесь какая-то штука такая закрытая сейчас будет распаковка вот этого ящика чет гремит по законам распаковки обычно там такой ножичек достают типа на кнопочку нажимают и такой и он начинает резать или что-то вроде вот такого ха типа и ты такой весь мужик типа но нет мы возьмем простой канцелярский так вот просто ибо это удобно но вот так мы вот поменьше сделаем папа опа сейчас посмотрим что там так типа посмотреть хочешь что там ну-ка вот так вот давай сейчас будем зырить вот тогда вот у нас сидуха собственно собственно сидуха о с пружинками но я в магазине помню что он с пружинками то что короче тут какое-то масло масляное получается то есть штырь с пружинкой будет обалдеть зум да еще и кресло с пружинкой кресло мне вот в принципе по форме мне нравится ох ты мягенькая блин ой-ой-ой-ой нифига себе посмотрим короче вот такие вот мне нравится сидухи они как бы простые обязательно с пружинкой пружинка тоненькая не то что как вот у меня блин на туристы стоит там она это короче там я не знаю для кого для 120 килограмм наверно а я богу господи 70 вешу а тут мягенько зашибись ништяк будет потом какие-то педальки ну педальки обычные ласт массовые как бы там лево две левых и 2 нет все правильно лево право по педальки как педальки единственно сейчас они стали делать широченные педали какие-то как будто я валенках что ли в них должен ездить раньше сколько там она 9 подожди 9 я сейчас посмотрю сколько у меня на туристе и так на туристе у меня 66 сантиметров блин здесь почти 10 боже мой я говорю тут в валенках только ездить вот в таких но сейчас так модно почему-то но я-то знаю почему конечно модно но они ни хрена не крутятся там шарики какие-то или что ну да там чувствуется какие-то шарики как они напихали в пластмассу шарики ну какие-то чашки стоят видимо ну мне пойдет не сломается поуже просто были бы ну вот это вот за фуфланина конечно вот такие вот этот для валенок ладно потом у нас тут что работам вот он вот он вот штырек который мне нужен тут пластмасска какая-то а типа чтоб не болталась здесь стандартная как обычно да трубка толстенькая да все четко ну вот единственно что мне не очень нравится это вот это тот вынос который гнется тудым-сюдым как-то вот тоже зум написано ну то есть как-то тут даже какие-то вот есть типа чего-то там риски для запоминания видимо тут какая-то шняга написано видну я ничего не хрен там вообще мелко все видно нет конечно можно прочитать но он тут все по-английски instruction какой-то чё там instruction не знаю но это все вот так туфта честно говоря ну вот вот такая вот штука пока она конечно не гнется шестигранников у меня чё-то пока нету где-то они там валяются о да тут вон как а я не знал я думал просто затягивать тут вот эту фигню надо где там она вот так вот он она вот ее вот раскручиваешь я с ними не общался никогда вот с такими вот и выносами прикольными тут на два болта ну у меня на дженте тоже два болта и вполне себе ништяк вот такой вот он кочерыга прикольная она главное к верху как-то сделано да обычно вот так как-то срез идет а тут от к верху тоже прикольненько ну ладно блин я базарю базарю там что-то у меня оказывается аккумулятор сил ну ладно дальше этого даже штука это вот так вот короче туда ну типа закрывает культурно как течет я забываю как называется штырь столь какой-то рулевой рулевая колонка короче а это что за шняга так какая-то она хлипкая чуть такое а понятно это ходовые огни ну передний задний вот такая вот фигня но это не интересно конечно ну собственно чё тут так что это такое ага это пробка короче это вы нас где-то там ты видишь что вот она и чтобы вот этой дырки не было типа что по гламуру все было вот туда она запихивается туда но мы запихивать не будем пока понятно типа все чтобы культурно было ну и тут больше ничего нету кроме как вот этой вот блин фиговинки ну это понятно всем типа значит что колеса на эксцентриках их вот это железяка все пустой китаец засранец яду честно говоря у меня такая мысль была что он мне семейник китайский сюда закинет вот есть такие семейники китайские большие такие с кучей всяких дырок там смысле вырезов откручивают но нет собака вот он мне ничего не 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 прислал все так но наверное уже все пока на сегодня все ибо у меня как сейчас модно говорить депрессия я весь смятение и все такое